246 миллионов рублей получил бюджет Заполярного района. Дополнительные субсидии поступили из окружного и федерального бюджетов. Деньги пойдут на различные цели социального и экономического плана. Куда именно на сессии решили депутаты Заполярного района. Несмотря на дополнительное вливание, бюджет остается дефицитным. Поэтому основная работа была направлена на оптимизацию расходов и доходов районной казны. В цифрах разбиралась Валентина Чибичек. Поправки в районный бюджет предусмотрены как в доходах, так и расходах. Доходная часть пополнилась на 246 миллионов рублей. 154 из них в виде субсидий выделил окружной бюджет. Средства будут потрачены на различные цели. В частности, строительство жилья в Андиге, Нижней Пёше, Харивере и Оме. На это выделено 16 миллионов рублей. На программу обеспечения чистой водой населения выделено более 58. На строительство дизельной электростанции в посёлке Индиго дополнительно предусмотрено почти 5 миллионов рублей. Федеральный бюджет определил порядка 12 миллионов на поддержку коренных малочисленных народов Севера. Средства пойдут на строительство школы в Тельвиске. Также село получит деньги на обезвреживание и размещение отходов. За счёт высвобождаемых средств района появилась возможность дополнительно поддержать муниципалитеты в содержании авиаплощадок. Пять поселений получат на эти цели от 180 до 880 тысяч рублей. Изначально был бюджет сформирован, скажем так, в очень ужатом виде. Если вы помните цифру прошлого, а прошлогоднего бюджета на конец года порядка 5 миллиардов. А в этом году он был чуть больше одного. Вот сейчас мы по доходам выросли до полутора. Поэтому всё, что можно было выужать, оно было выужато в начале года. Сейчас немножко ситуация по-другому. То есть есть какие-то вопросы, которые необходимо сфинансировать сейчас. Есть возможность у районного бюджета помогать тем же поселениям или у нас решать в районе. Поэтому мы сейчас эту возможность используем. Что касается расходов, они увеличились на 263 миллиона. В итоге бюджет остаётся дефицитным. Без учёта безвозмездных поступлений дефицит составляет более 50% от доходной части. На его покрытие будут использованы остатки средств на 1 января 2015 года.